В Москву вернулись участники молодежной полярной экспедиции. В лыжном переходе по Арктике приняли участие победители школьных олимпиад из разных регионов. Прямо на финише, на Северном полюсе, их встречала наш корреспондент Муниса Усманова. Она прилетела уже к концу похода на вертолете. Последние шаги и вот он, Северный полюс. Им даже не верится. Дошли. Сквозь вьюги и метели через Торосы и Полыни, более сотни километров по бескрайней Арктике. Они день и ночь бросали все силы, чтобы дойти до точки, которая все время ускользала. 15 метров до полюса. 17. Мы как искали этот Северный полюс, мы бегали за ним. Влево, вправо он уходил от нас, так как дрейф был. Всего один солнечный день. Все остальное время вьюга и плохая видимость. Расслабиться было невозможно даже ночью. На этих кадрах группа срочно меняет место ночлега. Когда все уже легли спать, рядом с палатками внезапно разошелся лед. Образовалась опасная трещина. И именно в такой ситуации, как никогда, важен был командный дох. Впрочем, и лидерам почувствовать себя удалось каждому. Самое трудное это было вести группу. У нас каждый день участник вел группу. Мне поощрилось в первом повести. И ты вот идешь впереди, а перед тобой груда Торосов. И ты не знаешь, как их обойти. И ты и так постоянно. Один тебе советует, иди направо, другой говорит, иди налево. И тебе надо выбрать правильный путь среди вот этой груды камней, груды льда. У Северного полюса есть своя собственная шкала, которая оценивает тех людей, которые сюда приходят. По этой шкале вся планета может вами гордиться. Последний отрезок пути вел один из старших членов экспедиции, министр образования Дмитрий Ливанов. Приглашение в поход принял сразу. Мечта детства. Еще когда был школьником, читал в газетах и смотрел по телевидению за экспедицией Дмитрия Шпаро. На Северный полюс на лыжах прошла группа советских тогда полярников. У меня, как и очень многих детей того периода, была мечта оказаться на полюсе. Вот я ее наконец реализовал. Финишировали юные полярники, каждый с флагом родного региона в руках. А уже вместе над полюсом они развернули общее знамя победы и установили российский триколор. Мы сейчас находимся в той самой точке, где проходит воображаемая ось земли. Северный полюс. Ребята воткнули сюда флаг нашего государства и начали традиционный хоровод. Честно говоря, остаться в стороне и не поучаствовать невозможно. Хоровод необычный. Я сейчас объясню почему. Возьмите меня с собой. С каждым шагом мы по очереди пересекаем все меридианы земли. А значит, совершаем кругосветное путешествие меньше, чем за минуту. Раз, два, три. Еще обязательный ритуал – капсула с письмом об этой экспедиции. Сфера теперь останется во льдах. На прощание участники похода погоняли на полюсе мяч, сыграли в самый северный футбол и станцевали полярный вальс. Муница Усманова, Илья Марин, Руслан Башко, Первый канал.